Доделали недоделку. Какая улица Барнаула наконец стала безопасной? Не соответствует требованиям, как должны выглядеть мусорные контейнеры согласно букве закона. Тарифы на повышение, на сколько вырастет плата за услуги ЖКХ в 2019 году. Начнем сразу две актуальные темы, о которых мы говорили в наших прошлых выпусках, получили продолжение. Обо всем по порядку. Номер один про улицу Балтийскую, точнее про ту ее часть, что идет по новому району-кварталу. Там мастера провели ремонт еще пару месяцев назад. Оказалось, есть недочеты. Это об отсутствующих на всем протяжении нового полотна дорожных знаках под названием «Пешеходный переход». Долгое время их здесь не было. Про знаки словно забыли. В итоге у горожан было два варианта. Либо в обход за сотни метров до ближайшего перекрестка, либо с риском для жизни пересекать проезжую часть. Нет, ну просто они не успели, они торопились сделать дорогу, потому что тут дороги не было, пешеходных переходов не было. У меня здесь гараж, я тоже не могу дорогу перейти, приходится идти до светофора. А извините, у нас же вот люди идут, то там кому-то надо перейти, здесь же много всяких фирм. Так что, ну будем надеяться, что они сделают. Подесь сделают продлилось еще несколько недель. Как уверяют горожане, установлены знаки были после трагического случая, говорят, на этом участке сбили ребенка. Без беды знаки, по всей видимости, никак не устанавливались. Финальную точку ставим мы в другом сериале. Речь идет о мусорном контейнере на пересечении Барнаульских улиц в Школьной и Водопроводной. Долгое время этот самый контейнер то заполнялся под завязку, то заполнялся еще больше вместе с территорией вокруг. Смотрим заключительную серию. Этот контейнер словно лакмусовая бумажка работы коммунальных служб, говорят жители. Мусор здесь вывозили крайне редко, рассказывают люди. Бывало, что отходов скапливалось так много, что хватило бы на несколько спецмашин. Мусором оказывалась усеяна вся земля вокруг. Оказалось, что этот контейнер вообще установлен с многочисленными нарушениями. Вот послушайте, как должно быть, согласно букве закона. В соответствии с действующими санитарными нормами, контейнерная площадка должна быть оборудована, прежде всего, с трех сторон ограждением не менее полутора метров и не более двух метров, а также еще твердым основанием, то есть, например, асфальтом. Также на данной площадке должен работать дворник, например, той же обслуживающей организации или той организации, которая в этот момент дежурила, в этот момент, если площадка обслуживает разом несколько домов. Если вы заметили, то и в данном месте, то есть, наличие мусора, то необходимо обратиться в местную администрацию районную с заявлением о том, чтобы прибрали площадку. Вот так должно быть. Это на бумаге. На деле не всегда. Идем дальше. Тарифы на услуги ЖКХ. Курс на повышение. Бийские коллеги готовы подробно рассказать об увеличениях расценок с нового года. Тарифы на услуги ЖКХ в следующем году повысятся в два этапа, но не выше процента заложенной инфляции. Для граждан будут предусмотрены меры соцзащиты. Об этом накануне сообщил вице-премьер России Виталий Мутко. Увеличение тарифов связано с введением налога на добавленную стоимость, которая коснется всего ЖКХ. При этом из бюджетов регионов предполагается давать компенсации тем гражданам, выплаты которых будут превышать установленные нормы. Меры социальной защиты предусматриваем, подчеркнул вице-премьер. Однако о размере компенсации пока не сообщается. На этом все. Указываем наш номер телефона 722-301. Это на случай, если вашим домом управляют недобросовестные службы. До новых встреч ровно через неделю.